Стоит ли переплачивать? Косметолог удивила правдой об органической косметике. Натуральная и органическая косметика становится все более популярной, но стоит ли переплачивать за естественные составы без химии и ждать от них указанную эффективность? Косметолог Татьяна Моторина на странице в Instagram провела ликбез по органической косметике. Для производства такой косметики должно использоваться не просто натуральное сырье, а еще и выращенное без сельскохозяйственной химии или собранное в экологически чистых районах дикой природы. То есть по логике вещей такая косметика не может быть массовой и стоит дешево. Однако экологически чистых мест на земле с каждым годом становится все меньше и меньше, а недорогой органической косметики все больше и больше. Так что если вы решили приобрести органическую косметику, лучше отдавать предпочтение солидным брендам с хорошей репутацией. Гордый титул органической по праву носит косметика, в составе которой минимум 90% ингредиентов имеют натуральное происхождение. Она должна стоить на 25-40% дороже обычной, но в этом случае вы платите за этичное отношение к природе, а не эффект. Стоит ли отказаться от вредной химии и вспомнить народные рецепты наших прабабушек? Самый яркий пример пептиды. На сегодняшний день они признаны самыми действенными ингредиентами косметологии, но создать их можно только синтетическим путем. Вторые по эффективности ретиноиды. Абсолютно неорганические, но сверхэффективные. Наличие экологического сертификата гарантирует только относительно безопасный состав, но не эффективность. Особенно если говорить о борьбе с возрастными изменениями кожи. Для победы над морщинами органической косметики не хватает таких мощных компонентов, как гиалуроновая кислота, коллаген, иммунный риджин и пигментационные мелатайм и мелитан, пептиды и миорелаксанты. Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, как восстановить кожу после новогодних праздников.